В прямом эфире НТС новости в студии Елена Кобзева. Здравствуйте. Дерзкое разбойное ограбление в Карасу. Милиция Оржской области ищет преступников, которые напали на бизнесмена и его сына. Как сообщили в пресс-службе УВД Оржской области, 26 декабря неизвестные на машине марки Сунг-Йонг протаранили автомобиль Hyundai, в котором ехали 47-летний предприниматель и его 24-летний сын. Из машины вышли мужчины и выстрелили в ногу сына бизнесмена. На заднем сиденье авто находилась сумка со 100 тысячами долларов. Преступники забрали ее, пересели в автомобиль Деунексия и скрылись в неизвестном направлении. Начато досудебное производство по статье «Разбой». Чекисты в Джалалабаде задержали двух иностранцев, которые планировали теракты в Кыргызстане. Отмечается, что они являются гражданами одной из стран СНГ. Скрывались на территории Кыргызстана после побега из мест заключения, где отбывали в своей стране наказание за особо тяжкие преступления. По данным спецслужб, после совершения терактов иностранцы намеревались выехать в Сирию. Задержанные в одворенный в изолятор. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности лиц, оказавших содействие преступникам. Чиновники Минздрава подозреваются в заключении невыгодного контракта. Генпрокуратура сообщает, что возбуждено уголовное дело. По данным надзорного ведомства, с 2014 по 2019 год должностные лица Министерства здравоохранения потратили на консультационные услуги компании «Делойт Антуш» сумму более чем 1 миллион долларов. Траты значительно превышали планируемую сумму. При этом не было произведено никакого финансового мониторинга и фирме предоставлялись незаконные преимущества. За прошлый год, как отмечается, без проведения конкурса на счет этой кампании Минздрав перечислил почти 64 миллиона суммов. Генпрокуратура направила материалы в следственные органы для организации дальнейшего досудебного производства. В ГКНБ рассказали, в чем подозревается задержанный глава ОБДД Чуйской области Шейербек Бопонов. В субботу, отметим, стало известно, что его вызвали на допрос, где ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений. Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил, что Бопонов причастен к незаконной схеме поборов на КПП «Октелек». Как отмечается, инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали взятки от 500 до 5000 сомов у водителей, занимающихся международными грузоперевозками. При этом ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин. Также отмечается, что помимо начальника областного управления задержаны еще три инспектора из числа его подчиненных. В отношении пьяных дебоширов, устроивших драку с патрульными, возбуждено дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в управлении патрульной службы. Накануне, отметим, в соцсетях распространилась видеодраки. Как рассказали позже в милиции, в ночь с минувшей субботы. На воскресенье на пересечении улиц 7 апреля и Алытокомбаева патрульные остановили автомашину «Фольксваген Пассад». Она создавала помехи другим участникам дорожного движения. Остановив авто, сотрудники милиции заметили, что водители и его пассажир были в нетрезвом состоянии. На требование предоставить документы они отреагировали агрессивно, начали нецензурно выражаться и бросились в рукопашную. Правоохранителям пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух. Гебаширов задержали. Ими оказались мужчина 30 лет и 16-летний парень. Сегодня стало известно, что несовершеннолетнего подозреваемого отпустили под поручительство. Инспекторы УПСМ, подойдя к машине, почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил от водителя и пассажиров. На законные требования сотрудников милиции предоставить документы, удостоверяющие личность, водитель и находившиеся с ним пассажиры не отреагировали. Выражаясь нецензурной брани у сторон милиционеров, оказали агрессивное сопротивление, оторвали погоны младшего сержанта милиции и напали на сотрудников экипажа УПСМ. В связи с чем сотрудники службы произвели предупредительные выстрелы вверх в безопасном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство. Ведутся соответствующие следственные действия. Усмирять агрессивных парней пришлось и сыкольским милиционерам. Как отмечается, в пятницу вечером на пульт правоохранителей поступила информация, что молодежь города Каракол и села Джулгулот собираются на разборки. На место, где должны были встретиться конфликтующие стороны, прибыли сотрудники ОВД Каракола, патрульно-постовой службы и спецотряд быстрого реагирования ОВД области. Милиционеры провели переговоры с собравшимися. Они предупредили, что если стороны не разойдутся, то будут приняты меры в рамках закона. После проведения беседы молодежь разошлась. В ОВД области отмечают, что распространяющаяся в сети информация о том, что в городе в тот вечер произошли массовые беспорядки, не соответствует действительности. Крупный пожар в Бишкеке произошел накануне. По улице Матросова, как сообщает МЧС, загорелся цех по производству матрасов. Огнеборцы тушили огонь два часа. На месте работали три пожарных расчета. Как отмечается, полностью сгорели оборудование, матрасы и поролон, которые нахранились в цехе. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 320 квадратных метров. Причины пожара выясняются. Центр Сберком призывает граждан своевременно уточнить свой регистрационный учет. В комиссии напоминают об отмене формы 2, когда избиратели могли изменить свой избирательный адрес. В цехе вновь предупреждают, что проголосовать на референдуме и предстоящих выборах президента кыргызстанцы смогут только на тех участках, где они имеют адрес регистрации постоянного места жительства. Если в адрес в паспорте не совпадает с регистрационным учетом, указанным в системе адресно-справочного бюро, граждане вправе подать заявление до 29 декабря. При этом, как отмечается, эти граждане обязаны будут пройти процедуру биометрической регистрации. В цехе также добавляют, что избиратели, у которых паспорта образца 2004 года, поменявшие адрес регистрации места жительства, но при этом не обменявшие сами паспорта, могут также прийти на избирательные участки и подать заявление по форме 1. Эта форма продолжает работать. В Центризбиркоме напоминают, что контрольный список избирателей размещен на портале ТИЗМИ. Количество избирателей за отчетный период составляет 3 млн 556 864 человека. Между тем, контрольно-ревизионная группа Центризбиркома предоставила новые сведения о движении средств избирательного фонда кандидатов в президенты. По состоянию на 25 декабря, как сообщается, претенденты на пост главы государства потратили уже более 94,5 млн сомов. Всего уже кандидаты собрали более 104 млн. Не стало журналиста Бейшенбека Бекешева. Накануне, как сообщается, ему стало плохо с сердцем и он скончался. Ему был 61 год. Журналист много лет работал на государственных телеканалах. С 1988 года работал редактором и ведущим различных социальных программ. В 2009 году исполнял обязанности заместителя генерального директора телеканала ЛТР. В последнее время Бейшенбек Бекешев занимался предпринимательской деятельностью. Был владельцем магазина натуральных продуктов. Как отмечается, журналиста похоронят завтра на его малой родине, в селе Балбай Тюбского района Иссык-Кульской области. Народному артисту, известному кыргызстанскому певцу Султану Каримову нужна помощь. Как стало известно, пять лет назад Султану Каримову врачи поставили диагноз сахарный диабет, панкреатит поджелудочной железы тяжелой формы, пиелонефрит почек, полиартрит и артроз, деформация левого коленного сустава, сердечная недостаточность, болезнь сосудов нижних конечностей. Артист стал инсулинозависимым, и ему сейчас нужна срочная операция в Турции. В соцсетях активисты призывают неравнодушных кыргызстанцев помочь восстановить здоровье талантливого артиста. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok